Русская печка, глиняные чугунки, деревянные ложки и блюда традиционной русской кухни. Иностранцам, которые приезжают в Рязань, это в Диковинку. Туристов из других городов и рязанцев также все чаще привлекает возвращение к истокам и традициям, в том числе в кулинарии. В ресторане Старгород в связи с этим решили помимо ежедневного меню предлагать посетителям дополнение в виде разнообразных вариаций традиционных русских блюд. Дело в том, что я считаю, что русская кухня одна из самых вкусных кухонь, непростых. И то, что больше всего нравится рязанцам или россиянам. Надеюсь, что у меня здесь будет очень много посетителей и гостей, потому что кухня очень вкусная, понятная кухня и самое важное – честная. Шеф-повар ресторана Роман Елманов решил дать старт фестивалю котлетами и зразами. Помимо привычных киевских и пожарских котлет, в меню можно найти блюда, традиционные именно для Рязанского края. Их рецепты Роман собирал по крупицам в различных районах нашей области. Ему пришлось познакомиться, в том числе и со многими архивными материалами. Так в меню появились, ну, например, ряжские и солочинские зразы. Что касается солочинских зраз, я обратил здесь такое внимание. Сделал зразы на рыбу. Есть речки, реки, судак там в полной мере до сих пор лавят и так далее. Внутри этих зраз у меня зеленый горошек, свежезамороженный, тот, который я сильно не варю, аль денте, как говорят итальянцы, и пробивается это все в пюре. Также здесь использованы грибы, пищера, солочи, очень все близко. Котлеты из раза – это только начало. Посетители ресторана впереди ждет еще множество вкусных традиционных русских блюд. Вареники, пельмени, пироги и, конечно же, блины. Куда же без них, особенно в масленицу. Но во время наших съемок для гостей Роман приготовил традиционные котлеты по-киевски и гречку с потрошками. Из печи гречневой каши с потрошками. Посетители остались довольны. Я очень люблю традиционную русскую кухню. И считаю, что это очень хорошо, что сейчас стало гораздо больше заведений, в которых можно прийти и попробовать именно то, что было когда-то давно. Возвращение к истокам не только вкусно, но и полезно. Ведь именно к этой еде веками приспосабливался наш организм. Ну а если вы все-таки боитесь раздобреть на блинах и пирогах, то просто не объедайтесь ими и дружите со спортом. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Красиво. Красиво.